приветствую всех с вами зожник физкультурник алексей шреддер мои давние подписчики сразу могут заметить по моё правое плечо розетку на стене они знают что это верный признак отличного контента и я вижу уже как они потянулись правой рукой за мышкой чтобы кликнуть лайк не буду мешать друзья вам кликать лайки тем более что ролик действительно будет очень интересным он будет касаться мифов от диванного в кавычках экспертного сообщества хоть это сообщество экспертное и не истребимо но все равно я буду записывать этот видеоролик во-первых потому что мне нужен контент во-вторых потому что это интересно а в-третьих наверное кому-то да поможет разобраться тем более помогать разбираться будет арнольд шватценеггер есть такой миф что типа чтобы стать большим эстетичным качком на химии нужно быть маленьким эстетичным качком ну меньшим в массе но эстетика типа пропорции будут такими же это абсолютная ложь так думаю дивальные эксперты но они не правы и я покажу это на примере арнольда шварценеггера с визуальной видео стороны почему я думаю что экспертное диванное сообщество не истребимо потому что я знаю на каких полюсах жутких базируется вера вот этих диванных экспертов с одной стороны не часто задают вопросы рома малыш там или андрей смайя в химике или натуралы причем с уклоном на то что натуралы большие здоровенные тут ее качки и почему-то химики или натуралы как бы все очевидно нет не очевидно и кроме того эти ответы уже давным-давно публично по 50 раз говорили что они давно химичат вот так ты сообразительнее остальных или там на канал дмитрия головинского приходит паренек который всего лишь подросток ему 16 лет там он весит больше сотки жмет уже 200 килограммов говорит что натуралы начинают на полном серьезе обсуждать что натурал интересно с другой стороны где-нибудь в контакте на полном серьезе в какой-нибудь группе обсуждают массово то что якобы арча морис химик с моей точки зрения абсолютный дрищ просто сухой с кубиками пресса какая-никакая неплохая бицуха обсуждают что он химик чего верно ну там найдется несколько атлетов не атлетов а зрителей там комментаторов которые скажут вы чё вы чё с ума сошли ну 90 процентов обсуждают что арча морис химик или там или обсуждают что максим трухановец химик человек без субтильного костяка который весит всего лишь 71 72 килограмма при росте там по моему метр семьдесят шесть который без пампа вообще выглядит худеньким если честно жмет всего лишь 110 килограммов он просто сухой он просто много подтягивается много делать выходов силой как это эти рекорды выносливости связаны с химией не не особо понятно потому что всегда у рекордсмены мира там их много по количеству подтягиваний там отжиманий они они еще более тощие чем максим трахановец ну вот вот эта вера на одном полюсе и на другом весьма странная она меня и наталкивает на мысль что против диванных экспертов не попрешь это бесполезно почему вы упорствуете также мне пишут диванные эксперты под моими постами в инсте что у меня широкая талия что мне недокаченные плечи они во первых не понимают откуда у современных атлетов перекаченные плечи они думают что это из упражнений это как-то связано с упражнениями это смешно конечно другой стороны они думают что ну что же что у меня широкая талия хотя на самом деле у меня талия такая же как и у арнольда шварценеггера такая же но почему она выглядит по-другому просто потому что я не нахимичился и не надул огромный грудак не надул огромное плечи огромные банки и поэтому визуально все выглядит именно так печальная история ладно мы начнем как раз с разбора того как меняются пропорции человека с натуральной формы на химическую и разберем пример арнольда шварценеггера друзья в самой последней серии информативного атлетизма вы у меня спрашивали и я отвечал стоит ли принимать витаминно-минеральный комплекс если чувствуешь что рацион питания не очень разнообразен и витаминов может не хватать тогда я ответил что конечно стоит а теперь я готов порекомендовать конкретные витамины высококачественный витаминный комплекс для мужчин от золтен тапс почему следует выбрать именно витамины от золтен тапс потому что они полностью сертифицированы на территории российской федерации производится из качественного швейцарского немецкого и российского сырья товар соответствует качеству международных стандартов gmp проведены все необходимые клинические исследования 17 активных ингредиентов для силы и бодрости поддержит организм в период повышенных физических нагрузок то что нужно для спортсменов обладает тонизирующим действием способствует повышению выносливости улучшает энергетический обмен в мышцах поэтому друзья спешите приобретайте витамины золтен тапс по ссылке в описании к видеоролику ну а мы с вами продолжаем есть такой видеоролик на канале ютюба там постижение секретов фитнеса с арнуля шарстнеггером что-то в этом роде за 82 год через два года после того как арнольд шарстнеггер выиграл свою последнюю олимпию я надеюсь никто не будет спорить что арнольд шарстнеггер в свое время был лучшим качком и он на данный момент был бы рекордсменом по взятию статуэток сандова их было бы у него штук 15-20 если бы он 75 году не прекратил карьеру никто не смог бы его победить много-много лет если бы арнольд не ушел крутые пропорции но когда мы видим арнольда шарстнеггера без химии 82 году я специально подобрал видео где арнольд шарстнеггер не жирноват а у него бывало и такое в те годы он достаточно худой форме но без химии она видно у него талия сразу же гораздо более широкой выглядит чем когда было на химии гораздо более широкой как бы грудная клетка уже не такая впечатляющая на химии она была огромные вот это грудак плечи огромные бицухи такая башня на талии талия сразу узкая почему так происходит почему так меняются пропорции мне это известно уже давно это легко понимается но диванные эксперты этого не понимают почему так происходит дело в том что когда человек начинает химичить размер его головы не меняется размер его суставов костей там лодыжек запястья коленного сустава не меняются не меняется и размер талии кроме современных качков которые там уже инсулин фигачат горон роста у них пузо троны вырастают да раньше такого не было времена шварца то есть талия оставалась такой же как она и есть до начала химичения но на фоне этой талии на фоне этой головы на фоне этих суставов начинают раздуваться мышечные группы на стероидах дельта грудная бицепс и визуально это сразу же выглядит иначе вот есть шварценеггер 82 года без химии которая абсолютно не выглядит каким-то пропорциональным он не выглядит как атлет который когда захимичит он всем покажет куть кузькину мать я бы сказал что я даже получше выгляжу на тураху чем на тураху выглядит арнольд хотя сходство есть пока атлет не захимичил не слишком понятно насколько сильно он надуется и какие будут его окончательно по пропорции это не слишком понятно и я уверен вы увидели это на примере арнольда шварценеггера но то что талия автоматически становится визуально гораздо уже голова становится на фоне плеч гораздо меньше там запястье или там колено сустав или локтевой становится на фоне больших бицепсов гарантия гораздо тоньше и это выглядит гораздо приоритетней я думаю вы это поняли я думаю вы это поняли втираешь мне какую-то дичь и того на самом ли деле у атлета у которого талия там 83 85 сантиметров слишком широкая для бодибилдинга какая у тебя широкая талия арнольд шварценеггер тому свидетель что абсолютно нет были атлеты которые четыре раза побеждали мистера олимпию брали и при этом у них талия относительно роста еще шире ну допустим возьмем джея катлера вот я про него говорю он четыре раза завоевывал статуэтку мистера олимпия также можно взять кевина леврони талии нет никакой узкой талии нет но когда он нахимичивался заполучал огромные дутые плечи огромные грудные там ручищи то его талия сразу тушевалась и становилась маленькой на фоне вот этой огромной башни сверху кстати не видно никаких у натурального леврони предпосылок для того чтобы у него стали огромные плечи и руки на химии ну выглядит как-то нормально нормально не как-то выдающийся выглядит без химии да а на химии вон какой здоровый и поди до конца разберись как так получается что вот на химии человек становится таким огромным а в натураку он как бы предпосылок и таких серьезных не видно правда италия сразу тушуется тот же дарьян яйц не обладал никакой узкой талии шесть раз стал мистером олимпио все потому что коренастый человек о как правило имеет шире талию чем субтильный да но и накачивается он гораздо больше в итоге чем субтильный ну к примеру там у фрэнка зейна талия 75 но при этом на тех же дозировках что арнольд шварценеггер он смог максимум руку 46 сантиметров накачать а арнольд шварценеггер имеет талию больше ну и руки на 10 сантиметров больше и грудные гораздо больше и все остальное больше и в пропорциях это не выглядит так что у шварценеггера широкая талия на сцене когда оба с фрэнком зейном нахимичились но я хотел бы сравнить фрэнка зейна со франка коломбо мне кажется более крутое сравнение а фрэнк зейн по моему 176 сантиметров ростом на 12 выше чем коломбо коломбо вообще 164 и при этом даже меньше весил на сцене чем франка коломбо не потому что фрэнк зейн был натуралом как некоторые спекулируют это настолько смешно и убого а потому что он просто субтильные по своей природе это сразу видно по его костям по лодыжке по коленному суставу по той же шее даже даже по размеру головы видно что фрэнк зейн более субтильный чем франка коломбо они примерно с ранка одинаково весили на сцене фрэнк зейн даже порой 78 весил франка коломбо где-то 85 но франк зейн тоже мог 82 весить недалеко но при этом фрэнк зейн на 12 сантиметров был выше и выглядел более субтильным на сцене более вытянутым а франка коломбо выглядел маленькой копией арнольда швастнеггера огромное ручище плечи грудные просто шкаф но маленький и вес не такой уж и большой 90 он весил там или нет я даже не помню маленький шкаф еще не потому что он химичил больше чем франк зейн да а просто потому что он коренаст от своей природы вот там и невероятно сильный был в пауэрлифтинге там что-то становое 340 присед 300 с чем-то жем лежа под 240 что такое я уверен что франку зейну для таких силовых там он даже близко не мог подойти к этим силовым и не потому что я повторюсь натуральный атлет а просто потому что это атлеты созданная для скажем так с разными костяками вот возьми арнольда соснеггера или возьми вот меня никакая химия не помогла барнольду стать современным успешным мэнс физиком или мне не поможет у меня другие пропорции если она химичусь я стану здоровым качком вот никакие бы и химические препараты не помогли бы дориену яцу стать современным хорошим мэнс физиком такой человек и мечет и он сразу становится качком он уже на старте он имеет такие пропорции к времен астости все он не может быть меньше зиком чтобы стать мин с физиком нужно быть тощим с тонкой талией худосочными суставами худа сочным нужно быть просто под надуть некоторые мужчины и группа в основном дай ты за химичал весь уж не так там нога но пропорционально ты мэн grey arnolou шослиг ахимичит он не может быть мэн с физиком шредер химичит он не станет мэн с физиком там дориен яйц или там кевин леврони лиджей кот лир они мэн с физиками не смогут бы стать хорошими никакая химия бы не помогла просто потому что не так визуально будут смотреться они на химе они будут большими качками вот как это работает невозможно работать можно проверить также вот эти ограничения по весу тела по возможностям в итоге накачаться изменить свои пропорции на примере not хорошо сравнить допустим андрея кобелева вот такого субтильного парня и виктора блуда коренастого паренька коренасты против назовем тощиком тощик против коренастого не в обиду андрею кобелеву ну вот так вот просто не знаю 0 субтильного до сравнить человека с коренастом коренасты уже на старте оба не тренируются примерно одинакового роста он уже килограмм на 15 тяжелее он уже будет там весит допустим 75 килограммов виктор блуд будет весить без всяких тренировок а кобелев допустим весит 60 разница 15 килограммов уже на старте о каком ограничении веса тела натурального атлета может идти речь при этом далее у андрея кобелева помимо того что он 15 килограммов на старте проигрывает или там владимир шманденко который был очень очень субтильным тощим а потом подхимичил в итоге стал весить буквально 82 килограмма гораздо меньше чем я допустим он сто процентов натурал правильно потому что я больше вешаю чем владимир шманденко на 15 килограммов ли там на 12 на 13 но при этом я выше его сантиметров на 10 и при этом у меня костяк у меня толстая кость и я никогда не был вот таким субтильным пареньком на 60 килограммов субтильных накинь двадцатку на химии 25 на кино химии он сразу вздувается то есть ну это приличный результат 25 килограммов накинуть вот на такую субтильную тушку как думаете сколько бы весил андрей кобелев если бы захимичился как думаете стал ли бы андрей кобелев джейм катлером при всей химии этого мира если вы так думаете что да то вы конечно же абсолютно диванный эксперт и близко не стал бы и настолько бы далеко был бы от этой формы ну что там нужно умножить на 2 и того друзья мой видеоразбор получился немножко сумбурным но я хочу подвести итог первое пропорции очень сильно у атлета меняется когда он переходит из натуральной в химическую форму напоминаю почему потому что суставы голова талии остаются одними идеями же а мышечная группа вздуваются визуально картина меняется очень сильно и пример сегодня был показан арнольд шварценеггер это так не работает что типа в натурал это так не работает что типа у тебя на турах у не да не те пропорции и они такими же будут не теми когда человек захимичится второе когда вы пытаетесь выстроить ограничение веса тела для какого-то атлета якобы для натурала а дальше это невозможно вы обязательно должны учитывать рост атлета то что если вы его не учитываете то вы дилетант 80 уровня и пример вам фрэнка зейна и франка коломбо и этот же пример фрэнка зейна и франка коломбо а также можно сравнить виктора блуда и владимира шманденко или андрея кобелева в коренастости и субтильности костяка эти вещи очень дают разный потенциал атлетам с одной стороны достаточно коренастый атлет если захимичит он не станет по своим пропорциям успешным мэнс физиком а с другой стороны субтильный атлет который если захимичит может стать неплохим мэнс физиком никогда не станет экстремальным бодибилдером не станет это невозможно будучи тощиком а захимичится и стать джем катлером вот так это работает и еще один вывод коренастый натуральный атлет может достигнуть силовых показателей и даже больше чем субтильный атлет на химии то есть коренастый натурал против субтильного химика коренастый натурал может даже иметь высшие силовые показатели просто потому что ему дано у него костяк он крепкий он пошире он коренастый он сбитый субтильный нет и химия даже ему не поможет но коренастый без химии не сможет иметь пропорции химика потому что чтобы пропорции стали те которые вы любите у бодибилдеров коренастый тоже должен захимичить он раздуется гораздо больше чем субтильный на химии он станет большим крупным дутым и пропорции изменятся но мэнс физиком при этом он не станет потому что пропорции его изменится в сторону экстремального бодибилдера они в сторону мэнс физика вот такие вещи друзья вот такой разбор полетов надеюсь вы не будете очень сильно заблуждаться надеюсь этот ролик для вас был полезен с вами был алексей шреддер всем пока они все импотенты они всем астероидом